Приветствую вас! Ну, реакция ваших обноклассников, первых, была такой, потому что у них был хороший, адекватный пример перед глазами. То есть, их родители выражают вежливое, спокойное, может быть, даже чувство, например, чужому гору, или чужим каким-то проблемам. То есть, просто спокойствие, спокойная вежливость. Так поступали родители ваших двух обноклассников. Но, так не поступали родители Влада. Именно потому, что так они не поступали, Влад не умеет вести себя по-другому. Влад умеет вести себя только так, как, собственно говоря, он себя и повел. То есть, для Влада, для Влада, ситуация такая, что если ты узнал о чьей-то проблеме, это повод человека унизить, это повод самоутвердиться за счет другого. Конечно, у Влада есть и личная потребность, ну, была и личная потребность, а так себя повести не только, делав подражание. Ведь если он повел себя так, значит, его родители вели себя так же с ним. Ну, или, по крайней мере, отец. Если отец ввел себя так же, значит, это, как бы, сливалось на мальчика, на Влада. То есть, на Влада сливался негатив. И Владу нужно было негатив этот куда-то все слить. И он слил его на вас таким образом. Вот и все. То есть, откровенно, Влад, мальчик, не самый счастливый. А мы-то вам сказали. Должны ли, должны ли вы подраться с Владом? Да, должны ли. Но только, чтобы обстоять свою личную атмосферу, и только, чтобы показать ему, что болтать не нужно. Должны ли вы. Но сделать это нужно было не на публику, не показывать, а сделать это нужно было наедине. То есть, пригласить его на встречу и избить. Дети жестоки. И порой только жестокостью можно научить. И мы бы так и сделали, если бы у вас был отец. Но поскольку вы родились и выросли в неполной семье, с бабочкой и дедочкой, ой, с бабочкой и мамой, простите. То, соответственно, мужского идеала, поведения у вас не было. И, соответственно, это поведение нормальное. Ну, если вы не любите драться, если вы не хотели драться, ну, можно было просто сказать, Владимир, что он выступил бы нехорошо, что если он сделал пищу, что-то подобное, ему не добровать. Если говорить о том, что вы испытали стыд за то, что произошло, да, вот, стыд перед всеми. Ну, получается, что вы не принимаете, так сказать, что у вас нет отца. Вы чувствуете себя хуже из-за этого. Из-за того, что у вас нет отца. А, следовательно, не говорит вопрос, почему? Почему вы считаете себя хуже, только потому, что у вас нет отца. Разве это ваша вина? Разве вы выбирали себе такую жизнь? Если вам другие говорят, что вы хуже, то почему вы им верите, когда они вам это говорят? Вот у вас есть в тексте, как бы, предложение о том, что вы привыкли отвечать на вопросы, если вам задают эти вопросы старшие, там, и так далее, и так далее. А сколько я помню, вам 18 лет, я у вас старше, но почему-то на мой вопрос, на мои вопросы вы не отвечаете. То есть вы предпочитаете задавать все новые и новые вопросы, но при этом не отвечать на вопросы, которые задают вам эксперты. Далее, по поводу того, значит, что бы было, если бы вы сказали им позже. Ну, позже, во взрослом состоянии, люди реагируют более сглаженно. То есть Влад не стал бы кричать на дискласс или на всю работу, что вы без отца. Но поведение в общем и целом у человека, скорее всего, сохранилось бы. Потому что это определенный культурный уровень. Вполне вероятно, что он бы распускал сплетни о вас. Вполне вероятно, что он как-то использовал бы эту информацию для своих целей каких-то. Вот. До ситуации ничего не изменилось бы. Стало бы менее ярко, менее явно выражено, но зато... Как бы ничего не изменилось бы по своей сути. Потому что модель поведения, она закреплена. И она закрепилась у Влада. И вот будет так делать. Дальше. Только по-другому. До тех пор, пока его никто не научит. Что так нельзя. А ряд или поздно обязательно научат. Не научили родителей научить кто-то другой. Что касается других ваших, как бы, друзей. То они обреагировали бы еще более вежливо. Ну, возможно, предложили бы вам помощь или что-то еще. То есть тут вот такой вариант. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаешь его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!